В библиотеке имени Абая прошел областной круглый стол на тему «Тельдостахтентрега». На нем обсуждались вопросы поддержки молодых представителей этносов, которые знают казахский язык и нашу историю и культуру. Единство и сплоченность разных наций и народов, живущих в одной стране, является примером для других государств. В последнее время в стране значительно увеличилось количество казахоязычных представителей других этносов. Это свидетельствует об уважении к казахской земле и государственному языку, а не уважать не только государственный язык, но и традиции и обычаи нашего народа. В этой связи представители других национальностей, владеющих казахским языком, приняли участие в круглом столе «Тельдостахтентрега», который прошел в свободном формате. Цель встречи – обучение молодежи и подрастающего поколения различных этнических групп казахскому языку и культуре, поддержка молодых талантов, прививающих казахскую культуру, традиции и обычаи. Как вы заметили, многие из них – это дети другой национальности, победители республиканских олимпиад и призеры творческих конкурсов, представляющие область Абай. Также были дети, которые, несмотря на свою национальность, обучали в казахских школах. Дети, которые мыслят по-казахски. Очень важно, что дети учат язык вместе со своими сверстниками, развивая любовь к языку. Виктория Макроусова, по национальности русская, научилась говорить на казахском языке в зрелом возрасте и в настоящее время преподает его в школе. Когда Виктория говорит по-казахски, она удивляет многих. По ее словам, она говорит на государственном языке и дома с детьми и супругом. «Мы граждане Республики Казахстан. Наш государственный язык – казахский. В других странах все граждане говорят только на государственном языке. Другого языка они попросту не знают. Мы, представители других этносов, чтобы быть примером для многих, решили выучить государственный язык. В целом, моя семья говорит на русском языке. Но я стараюсь говорить и отвечать на вопросы на казахском, на семейных торжествах и даже просто за ужином». Одним из представителей других этносов является Александр Дуденко. С раннего возраста он вырос в селе, где получил образование и воспитание на казахском языке. По его словам, знание государственного языка приносит большую пользу. «Я давно знаю казахский язык. Жил в селе. Родители отдали меня в казахскую школу. Все дети должны говорить по-казахски и совершенствовать свои познания в этом языке. Вы не поверите, но у меня нет ни одного русского друга. Все мои друзья казахи. Я говорю только на казахском языке». Для тех, кто до сих пор не владеет государственным языком, такие встречи станут примером. По словам организаторов мероприятия, круглые столы в свободном формате будут продолжены и в дальнейшем.